104, 105, Марина, успокойся. Сейчас все меня на коленях берет. А, он дает задание по-английскому, Марина, почему-то. Заболела что-нибудь учительница ваша по-английскому? Ее нету, смотри. Друзья, всем доброе утро. В Питере 19 декабря. Давно мы не выпускали ВОГИ. И все по той причине, что дети заболели. Первая заболела Марина. И заболела очень неожиданно. Пришла со школы, сразу температура 39. Самое интересное, что она высокая температура плавала там в школьном бассейне. Никто даже не подозревал, что у нее такая высокая температура. Температура 39, потом на следующий день 40. Но это вот этот гриб, который сейчас ходит везде. И, конечно, неудивительно, что позже заболела и младшая, Вероника. Но она долго продержалась, она не болела 3 четверти. Хотя Марина уже проболела 2 раза. В итоге у Вероники тоже температура... У Вероники даже была температура 41, представляете? Мы вызывали скорую. Хотели ее госпитализировать, но все-таки не решилась. Потому что врачи сказали, как есть. Что все дети лежат в куче, в одной палате. Ковидные, уэрвишные, все-все подряд. Я не стала класть, потому что, в принципе, я привыкла, что Вероника у меня всегда, если болеет, то у нее есть 40-41. По этой причине, что мы заболели, мы надолго выпали из школьной жизни. И за это время успела заразиться весь класс у Марины. А потом вообще, пока в классе не осталось 10 человек. И так долго не закрывали класс на карантин. Я в интернете читала, что класс должен закрываться на карантин, если заболело 20% учеников. Их в классе 35 человек. Их класс закрыли только, когда в классе осталось 10 человек. И учились мы целую неделю дистанционно. Поэтому ролики я не снимала. В принципе, снимать было нечего. Тресси, иди сюда, Тресси! Какая-то собака нам помешала. Тресси! Хозяина не вижу, такая темнота. Тресси, иди сюда! Иди ко мне! Тресси! Хозяина вообще не вижу, темнота полная. Тресси, ты почему меня не слышишь? Бесполезно. Собака вроде ушла. О чем я там говорила? Класс закрыли на карантин, и дети учились дистанционно. Я почти ничего не снимала. Мы никуда не ходили. Гимнастику мы свою отменили, все отменили. Но я небольшие записи делала. Совершенно чуть-чуть. Поэтому кое-что я смонтировала, как мы болели, и нашу дистанционную учебу. Заболела Мариночка. 40 температуры. Тут нас на всякий случай ведро поставили. Не хочет, чтобы вызывали скорую. Не любит врачей. Сейчас дали норафен, может, спадет у нее температура. Вот. Не буду мешать Марине. Пусть отдыхает. Веронику мы в другую комнату отправили. Хотя, конечно, ясно, что в одной квартире все равно могут заразиться. Но пока вот так, по разным комнатам. Веронички у меня сегодня не очень получились. Как видите, они у меня немного-таки рассыпчатые. Переживаю за Марину, и поэтому на скорую руку подстаню очень аккуратно. Была температура 40, дали норафен. Должно поубавиться. Норафен хорошо помогает. 39 ровно. Марина очень боится, что ее увезут на скорую больницу. Расстроилась. Ни с кем не разговаривает. Вот собралась детям намешать такой водички. Это черная смородина наша с дачи. Нам бабушка дает, когда мы приезжаем в Орел. Сейчас положу по две ложечки. И надо обязательно, чтобы они выпили. Не просто выпили, а вот именно с этими ягодами. То они ягоды не любят, и то же их выбрасывают. Пульс 100. Налево говорю. 104. 105. Марина, успокойся. 96. Маловато. Пульс что-то зашкаливает. 105, Марина. Ну вот, естественно. Она переживает из-за этого. И скажем, что скорую нужно выжить. И температура же, нагрузка на арте. Вот это все шутки. Это вообще себе. Папа там у нас ругается, потому что Авероника не хочет разъединяться с Мариной, хочет в ванной комнате с ней спать. А салати поздно. Ой, я не забыла про этот салат. Я не хочу, бери. Лишь, расскажи про эту штуку-то. Не булазер. Это мегаратики. А что вы не взяли этот паровоз? Детский. Тоже детский? Да, да. Ну, короче, хотели мы Марине делать ингаляцию. А в итоге позвонили врачу знакомому, и он сказал, что нельзя делать при температуре. Так что, вот, тут не делай. Ой, вот не муська. Мусь, вот. Мусь уже нос. Нос работает. Черная смородина, сдача своя, без всяких там этих. Без всяких гадостей. Мусенька, дай крошечку. Дай крошечку, мусеньке. Марина тут мусеньку угощает. Картошечкой. Сейчас побудет ругаться, не знаю, бей, бей, сейчас побудет ругаться. Не хочет. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, доброе утро. У нас уже следующий день. Вот Леша делает завтрак. Здесь что-то еще у Леши. Леша, что это, думаешь? Зачем в пакете? А чтобы клей не пристал к кастрюле, не испортил кастрюлю. Лайфхак. Лайфхак. Это что-то огнеопасное. Лучше закроется. Лайфхак. Ты думаешь, так и оставлю. Это мой факт. Вот наши шикарные блинчики. Тут у Марины тоже шикарный блинчик со сметанкой. Вот сейчас у нас будет такое небольшое чаепитие. Леша, зачем ты так делаешь? Мне же убери блинчик. Леносик испаскался в сметанку. Леша, бери блинчик. Зачем ты так бери на ложку? Музь кидать. Нет, дай тарелку сейчас капнет. У меня осталась сметанка, не хочу. Хотел музь кидать. Подожди ты, Музь. Леш, тарелка есть? Сейчас все у меня на коленях будет. Посадь лайкарешек. Сейчас у нас все потечет. Леш, на все. Это же все педит из пол. Идет, возьми. Блин, не надо, большой. Хороша сметанка, да? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать. 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 уроки как обычно они идут в школе у тех классов которые не на карантине вот будем сразу подключаться к школе к их урокам и вместе с ними учиться она сегодня сегодня заканчивать поэтому встретимся уже завтра очень-очень холодно а он дает задание по-английскому марин почему-то заболела что учительница же по-английскому ее нету смотри тема найдете образы русско-народной и духовной музыки я знаю а 6 б класс тогда возьмите учебники и ко вторнику у нас во вторник с вами урок сделайте вот этот конспект ну чтобы я хоть оценочки вам поставлю а